Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня у меня шикарный, просто королевский набор продуктов. Это печеночка, сердечко, почки и яйца прекрасного, в меру упитанного баранчика. Это настоящий шедевр, это настоящий праздник для гурманов, это пир души, точнее, пир духа. Итак, сегодня у меня будут жареные бараньи яйца, жареные бараньи почки. Кстати бы, это баран необычный, у него целых три почки, поэтому баран волшебный. Сердечко и печеночка. Все это будет жариться очень быстро и очень вкусно. Но самое приятное, что это не просто прекрасные потроха барана. Весь баран, замечательный баран, сейчас отдыхает на курорте. Он вывешивается, вылеживается в прекрасном климате и очень скоро мы его будем разделывать и кушать. Поэтому следите за моими видео, нажимайте вот здесь сверху на колокольчик, вам об этом скажут, что пришло новое видео. А я пока начну готовить почки. Почки это прекрасный нежный продукт, я с них снял жировую капсулу. Поддеваем острием ножа вот так кусочек пленки и снимаем ее. Почки очень нежные, поэтому с них пленочка легко снимается. Почки я разрезаю вдоль. И вот эту часть, беленькую, вот самый краешек, я ее вырезаю. Она невкусная и жесткая. Все остальное будет все удобное и замечательное. Вот, почка готова. То же самое делаем с другой почкой и с остальными почками. Почки я очень быстро разделал. Теперь пришла очередь сердца. С сердца я, как всегда, сразу снимаю верхнюю пленку. Она жесткая, снимается не очень легко, но это очень важный этап. Кроме меня, я видел, что на видео снимает пленку еще кафе Саркант. Мне было очень приятно увидеть, что эта милая дама тоже снимает пленку с сердца. Хотя раньше я думал, что только я один такой умный. Вот, начало и есть. Это стоит того, чтобы немножко потратить времени и снять пленку. Видите, какая она плотная, жесткая. И потом это все нам придется кушать, если мы ее не снимем. Я снял пленку с сердечка. Это было в этот раз очень тяжело. Я не знаю почему, но пленка почти не снималась. И я прилагал массу усилий, чтобы эту пленку снять. Хотя такого раньше не было. Теперь я срезаю тонким слоем жирок, который нам пригодится для обжаривания. Теперь мы вырезаем все сосуды, которые были там. Я не знаю, как они называются, но мы их вырежем. И разрезаем сердце. В сердце есть вот такие штучки. Я не хирург, поэтому не буду их называть, как они называются правильно. Мы их все тоже вырезаем. Вот так. Они нам не нужны. Они жесткие и малосъедобные. А сердечко мы будем готовить очень быстро. Если эти части оставить, то сердце превратится из шедевра и деликадеса просто в грубую мочалку, которую невозможно кушать. Вроде бы все отлично. Теперь мы режем сердечко. Размером монтировочно сантиметр на сантиметр. Благодаря такой мелкой нарезке сердце обжарится за минуту-полторы. Некоторые зрители моего канала говорят, что иногда я сердце даже передерживаю. Возможно, они и правы. Но смотрите, вот здесь толщина сердечной мышцы вот такая большая, а здесь тонюсенькая. Поэтому нужно правильно распределять кусочки по сковородке и те, которые тонкие, снимать раньше, чем толстые. И все будет в порядке. Теперь очередь сердечного жирка. Я вырежу на небольшие кусочки. Он вытопится, превратится в шкварки, которые очень прекрасно почерпнут вкус сердца и других продуктов, которые мы будем сегодня кушать. Жирок есть. Приступаем к настоящему чуду. Это бараньи семенники. Но я их называю просто бараньи яйца. Бараньи яйца. Это супер шедевр. Вот так мы обрезаем лишние сосны. Берем, поддеваем ножичком шкуру. Шкура у бараньих яиц намного мягче, чем у бычьих. Совсем недавно я готовил бычьи яйца. Так, мои супер острые ножи не хотели прорезывать их. Теперь вот так аккуратно кладем, чтобы ручки наши были в безопасности. И делаем вот такой легкий-легкий надрез, чтобы надрезать вот такую оболочку. Вот так. Очень нежно, чтобы ее не прорезать слишком глубоко. Поддеваем пальчиком и пытаемся отделить мякоть от оболочки. Главное начать, потом все падет легко. Намного легче у бараньих яиц отделяется эта оболочка, чем у бычьих. Все, это мусор. Яйцо готово. Отличное, прекрасное яйцо. Так же поступаем с этим яйцом. Кроме таких прекрасных шедевров, как яйца, почки и сердце, я еще приготовлю кусочек бараньей печенки. Баранья печенка, это вообще божественно нежный продукт. Она мягусенькая, видно, что вот такая она прекрасная, идеальная, без всяких жилок, с молодого и здорового животного. Как всегда, с любой печенки нужно снять пленку, потому что при термообработке пленка будет сжиматься, выдавливать соки и плохо жеваться, когда мы будем кушать печеночку. Вот так пальчиком подели до конца с одной стороны, а также с другой стороны. Одна секунда и пленочка снята. Пленочку с бараньей печенки я снял. Смотрите, у бараньей печенки есть очень тонкий край, который сужается на нет, и нормальный край. Для того, чтобы они жарились равномерно, я вот эти тонкие края вот так обрезаю. Мы их жарим буквально 10-20 секунд и вынимаем. А края печеночки, которые имеют уже нормальную толщину, мы режем на нормальные кусочки, чтобы их можно было легко обжаривать. Пока я это делаю, прекрасная чугунная сковорода уже разогревается. Для того, чтобы приукрасить вкус барашка, я использую черный перец, кориандр, зерна кориандра, зиру, белый перец и соль. Все это я уже предварительно растер в ступке, но я буду солить только тогда, когда все продукты будут готовы. Чугунная сковорода прекрасно разогрета. Сейчас я высыпаю сюда жир, который мы срезали с сердца. Он немножко прихватится, и я выкладываю саму сердечную мышцу. Жирок сердечка немножко уже прихватился. Я его полностью не выжариваю, а сразу добавляю сердце. И они будут жариться одновременно. Коварда разогрета до максимума. Рапительное масло, обычное, рафинированное. Немного прихватится. Жарю сердечко в 1,5-2 минуты, в зависимости от кусочки. Сердечко прекрасно поджарилось. Жарю на максимальном огне. Вот такая желатинская корочка. Растительное масло с вытопленным жирком из сердечка. Я еще раз хорошенечко прогреваю, чтобы из него испарилась вся влага. Я выкладываю яйца. Яйца порезаны 1,5-2 сантиметра, в зависимости от кусочка. Вот так. Коварда должна быть разгорета до максимума. В яйцах очень много жидкости. И чтобы она не выходила, это самый вкусный тот. Мы должны сразу запечатать края яиц. Благодаря тому, что коварда прекрасно была разогрета, прошло секунд 25-30, не больше. Вот такая замечательная корочка на яйцах, которая препятствует выходу сока. Яйца жарятся очень быстро, мгновенно. Я еще раз переворачиваю яйца на обратную сторону, чтобы чуть-чуть прогреться. Растаю уже краешки яиц, они готовы, потому что они маленькие. Пока я их достану, большие половинки тоже не готовы. Выкладываем почки. Почки тоже очень легко выпускают сок, поэтому все делаем максимально быстро. на максимальном огне. Сейчас масло начнет сливаться, потому что из почек начинается конец ток. Поэтому будьте осторожны. Почки я уже достал. Коварда была прекрасно разогрета, и они замечательно прогреют. Теперь я убираю температуру на средний огонь. Также вытапливаю влагу, и мы жарим печеночки. Печеночки жарим на среднем огне, потому что она очень нежная, чтобы ее нежная шкурка не прихватилась. Возможно на некоторых кадрах резкость отсутствовала, потому что все-таки попал жир в объектив камеры. Выкладываю печеночку. Затем в другой нагрев сковороды. Вот так. Нежный. Она даже по-другому шипит. Тонкие краешки моментально достаем, быстро переворачивая. Которые посолочи чуть-чуть больше. Через 15-20 секунд я уже перевернул на другую сторону печеночку. Вот эти краешки я уже достаю. Они готовы. То есть они заверлись по-другому шипит секунд 40. Больше. Это при том, что калорда остывает. То есть она еще у меня была немножко горячая. Поэтому все очень быстро обращаем. Чтобы печеночка просто прогрелась, но не пересушилась. Вот эти кусочки потолще. Поэтому им еще нужно полминутки-минутка. А тоненькие кусочки, вот такие тонкие, они уже готовы. Максимум 40 секунд они заверлись. Строшку еще секунд 45-50. Один кусочек я достал. Достаю еще. Они еще будут оготавливаться, пока я их посолю. Я их очень часто переворачиваю. Газ не до среднего. То есть температура умеренная. Вот так. Печеночка продукт очень нежный и деликатный. Поэтому высокие температуры, как в случае с яйцами и почками, они ей противопоказаны. Все. Выключаем и солим. Солим. Какая она мягкая. Слышите? Какая она гусенькая. Все. Готово. Я пожарил 4 блюда. Это бараньи яйца, бараньи почки, баранье сердечко и баранье печеночка. Все было свежайшее. На все я потратил на максимум 10 минут. Итак, самая приятная дегустация. Баранье сердечко. Мы его жарили первым вместе с бараньим жирком. Бараньи жирок. Какой божественный аромат. Гусенький. Ставит во рту. И сердечко. Хочу показать ему на разрезе. Вот такое нежное, упругое. Оно просто как будто бы по консистенции мякоть креветки очень мягусенькая. Вкуснейшее. Следующее это бараньи яйца. Вот так разрезаем. Посмотрим на текстуру. Текстура прекрасная. Вот такое мягусенькое. Выделяется сок при нажатии. Мммм. Такой еще нежный, сочный вкус. Потому что оно правильно пожаренное. Класс. Бараньи почки. Зарез третьим номером. Вот такая почка. Тут еще внутри чуть-чуть розовинка видна. Тоже мягусенькая. Видите как нажимается. Упругая. Класс. Нежная. Такой насыщенный аромат бараньи. Баранчика. Ммм. И наконец печеночка. Посмотрите. Вот. Вот это. Оно еще другого цвета. Но не розового. Хотя вот такое прекрасное. Или просто свет так попадает. Сейчас мы его скушаем. Ммм. То, что нужно. Ммм. 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 Оно почти сырое. Но очень нежное. Посмотрите как оно играет. Вот это правильная прожарка печеночки. Давайте возьмем другой кусочек. Тоже самое. А вот эти малюсенькие. И здесь. То есть даже в маленьком кусочке. Если вовремя его снять. Будет такая же прекрасная текстура прожарки. Вкус. Бомба. Ммм. Пальчики ближе. Друзья. Я показал. Что. Самые простые. Продукты. Можно превратить. В шикарные деликатесы. Это по-настоящему деликатесы. Их оценят. Настоящие гурманы. Я надеюсь. Что. Люди. Которые смотрят мой канал. Это и есть. Настоящие гурманы. Для которых я стараюсь. И готовлю. Пожалуйста. Если вам понравилось это видео. Пишите в комментариях. Что вы думаете. Готовьте по моим рецептам. Ссылочка на подписку. Для моего канала. Вот здесь внизу. Вот здесь вверху колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда в курсе. Самых свежих и новых видео. Интересных. И прекрасных. Пишите. Я буду рад вашим отзывам. А также помните. Кухня. Это самое спокойное место. Продолжение следует...